Друзья, уже как несколько дней многие бизнесы на первом этаже в центральных туристических районах забили снова фанерой. Вспоминается июль-август, лето 2020, когда повсюду были погромы. В общем, люди готовятся повсюду, готовятся к возможным протестам. Я знаю, как это называется «Баттерфлай». Да, да, да. Дай мне секунду. Как дела? Хорошо, как дела, брат? Ты говоришь, что ты известен? Немного. Найс, найс, начало видео. Мы сейчас обращаем к людям на выборах. Объясненно. Ты не хочешь ответить вопросы? Нет, не для этого. Что ты думаешь? Скажи мне, кто будет следующий президентом? Я не знаю. Ты не волнуешься? Я не знаю. По-моему, что Баттерфлайс будет президентом. Может быть, не знаю. Ты думаешь, что это возможно, что Трамп победит? Может быть. Что ты думаешь? Может быть, мы ожидали какие-то права, если Трамп победит? По-моему, да. Что ты думаешь? Может быть, мы ожидали какие-то права, если Байден победит? Все, да. Ты думаешь? Да. По-моему, да. По-моему, да. Можно я спросить, кто ты лично поддерживает? Никто. Никто. Крэзи Таун. Я чувствую тебя. Холливуд, Калифорния. Я люблю твои песни, ребята. Спасибо большое, брат. Спасибо. Спасибо. Нормально начало видео. Тебе не кажется? Ты понял этот чувак? Это один из музыкантов группы Крэзи Таун. У них была классная песня. Она называлась «Butterfly». Я до последнего пытался не касаться этой темы у себя на канале по одной простой причине. Пойдем, пройдем здесь музыку. После моих последних видео прошлого лета про протесты здесь, в Калифорнии, на канал подписалось очень много народу. Видео набрали миллионы просмотров, и они завирусились. Пойдем, серый. Но подавляющее большинство аудиторий, которая подписалась на канал, оказались политнастроенные. То есть, им интересна тематика протестов, политики. Но канал «Донлайн» не о политике. Мы обо всем. О путешествиях. Посмотрите мои последние отпуски. Посмотри, посмотри, снимите чувака. Добро пожаловать в Голливуд. Кто ты поддержишь, брат? Я поддерживаю. Я поддерживаю. Пойдем на стопе. Пойдем на стопе. Пойдем на стопе. Восточных местах и в США. На стопе. Я согласен. Спасибо большое. Спасибо большое. На чем я остановился? Давай начнем заново. Друзья, всем привет. Это попытка номер два. Меня зовут Дима Аверин. Все на том же канале «Давай». Я до последнего пытался не касаться этой темы у себя на канале. Прошлым летом, после того, как мои видео про протесты завирусились, вошли в топ и выбили Дудя, Навального и всех, на канал пришло десятки тысяч человек. Но, как показала практика, подавляющее большинство из пришедших людей на канал не стали смотреть мои другие видео. Канал «Давай», он не о политике, он о путешествиях. Посмотрите видео про нашу поездку к супервулкану Yellowstone. Он про крутые профессии, которые я сам на себя примеряю. Я уже был и тату-мастером, и деливерщиком еды, и грузчиком, и бомжом, и блогером. Но сегодня у себя в Инстаграме я разместил вот эту штучку с вопросником. И, как показала практика, практически половина всех вопросов от моей аудитории так или иначе касалась выборов США. Я подумал, что это, наверное, будет просто несправедливо не коснуться этой темы. Поэтому в рамках моей постоянной рубрики «Американцы отвечают» сегодня мы вышли на улицы Голливуда, чтобы узнать, что американцы думают о выборах. Привет, как дела? Привет. Я могу поговорить с тобой, брат? Я могу ответить несколько вопросов? Да. Мы, естественно, спросим людям о выборах. Что происходит сейчас? Как думаешь, кто будет следующий президент? Я не знаю. Я думаю... Я думаю... Это сложно. Но что думаешь? Реалистично. Я думаю... Я думаю, что Trump... Вы думаете? Реалистично? Потому что... Он был в рэп-шоу. Он был в рэп-шоу. Он был в фан-басе раньше этого. Я думаю, что Trump будет победить от нижнего места. Это то, что я думаю. Ты думаешь, что Biden сейчас рулёт? Он рулёт, но я думаю, что в последний момент, Trump будет победить. Потому что он получил больше publicity. Он был на TV. Он был на «Фреш Принц» в Бел-Air. Он был на «Вилл Смит». Это он млит. Он был на фан-басе. Он мальчик. Он не был на фан-басе. Он мальчик. Фан-басе рэп-шоу. Он мальчик. Он был на фан-басе. Он сказал это. И когда... Вы видели, что все вместе? Сейчас, когда вы выбираете президентом, все башни на вас потому что он сказал, что он разрушил в то время. Вау, я не знал ничего Да, он сказал, что он не хочет, чтобы его дети были разрушены в джунгле Вау. Но кто ты... Если это не секрет, кто ты лично поддерживает? Трамп. Что ты думаешь, если Трамп будет президентом? Может, мы ожидали какие-то риоты? Да. Что ты думаешь, если Байден... Да. 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 Блин, интересное начало видео. Не ожидал, не ожидал. Окей, погнали дальше. А подводку мы так и не сняли, да? Да и Херсинг с подводкой, погнали. Сиентологи, видите, как видите, тоже защищаются от погромов. Это большая сиентологическая церковь прямо в центре Голливуда. И они, как видите, тоже баррикадировались. На самом деле, больше всех сейчас денег зарабатывают, мне кажется, в этом году. Это люди, которые продают маски, а также люди строительные магазины, которые продают вот эту вот фанеру. А вот знаменитый музей селфи Таира до сих пор закрыт. Таирушка, мы передаем тебе привет. Открывайся скорее, мы волнуемся за тебя. Да, потому что в мире ужасно. Вот это все. Что ты думаешь? Да. О, да, я люблю это. Да, я люблю это. 5 вопросов, забудьте о ней. Да! Это следующий вопрос. Итак, что ты думаешь? Для нас, для обычных людей, да? Будет ли быть какая-то разница в случае, если Trump или Biden будут быть правы? Вы должны защитить себя, в любом случае, кто выиграет. Вы должны сделать пост-эклинический план. Вы должны быть в порядке. И вы должны быть в порядке. Вы должны говорить о себе. Курресия будет коллапсироваться. Мы все в порядке. Так что, все должны быть в порядке. Ты очень умный. О, мой Бог. Спасибо, брат. Я знаю. Ставьте снимку. Спасибо. Спасибо. Кто будет следующий президентом? Байден. Вы считаете, что это возможно, что Trump будет президентом? Нет. Мы должны ожидать права, в случае, если Trump будет президентом? Да. Вы считаете? Да. Мы должны ожидать права, в случае, если Biden будет президентом? Нет. Нет? Почему не? Наверное, что он поднимается, пить шампангу, пить блендер. Я понимаю. Я люблю это. Что ты думаешь? Я думаю, что это будет разница для нас, если Байден или Трамп победит? Да. Какая разница? Я просто не знаю. Мы останавливаемся в локдах. Мы останавливаемся в масках, если Байден победит. Если Трамп победит, они будут открыть экономию снова. Так что, как ничего не случилось. Вы считаете, что это плохое? Я думаю, что это плохое. Я думаю, что это плохое. Окей. По разговору про GTA, вчера в Лос-Анджелесе угнали машину знаменитого диджея Marshmello, шестиколесный трехосевой Raptor, и, короче говоря, чувак просто сматывался по всему городу, так называемый Чейз, весь город за этим следил. Знаменитый Чайниз театр, то место, где напротив него располагаются отпечатки рук и ног знаменитостей. Также здесь неподалеку до Битера, где проводится Оскар. Здесь, вот смотрите, здесь не просто выставили картонные, не картонные, как они, из ДСП эти перегородки, а даже вот так. Я, конечно, сомневаюсь в виде, что происходило летом, что вот такие штуки спасут это здание от вандалов, но я думаю, что здесь будут выставлены копы, если что. Кто вы думаете, будет следующий президент США? Конечно, Дональд Трамп. Вы думаете? Конечно, конечно. Я думаю, Байден. Конечно, конечно. Мы готовы для социализма, коммунизма, коммунизма. Я думаю, что Питер не является лучшей, но работой, в мире, потому что Питер думает о экономии. Питер думает о том, что Питер едет очень тяжело в мире. И это лучшая для УАЗ и в мире. Что вы думаете? Я думаю, что Брин будет победить, потому что он победит. Он победит. Он победит. Я очень извиняюсь. Он победит. Он победит. Он говорит, что это демократия. Нет, это демократия. Это хипократика. Хипократика. Дональд Трамп лучший. Я буду с Дональд Трампом. Пах! Мой супер-херой. Я люблю Дональд Трамп. С Брином, с этой хренью, все осталось в порядке. Все осталось в порядке. С Дональд Трампом нет лимитов. Нужно кого-то очень тяжело. Так что все открыто. Вирус, это не в порядке. Не существует? Да. Да, существует. Но это не так серьезно, да? Но это не так серьезно. Отлично. 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 Да, мне тоже. Что вы думаете? Может быть, мы ожидали какие-то демократии, в том, что Трамп победит? Наверное. Наверное. Посмотрите на город. Посмотрите на все это. Что вы думаете? Может быть, мы ожидали какие-то демократии, в том, что Биден победит? Все. Да, абсолютно. В любом случае. В любом случае. В любом случае, да? В любом случае. Для нас, для обычных людей. Вы думаете, что будет какая-то демократия, в том, что Трамп победит? Увы. Увы. Такой, совсем не знаю, я думаю. Какой? Какой фул? Я думаю, это будет и сам, у тебя нет. Нет, нет. Ни-над. Что вы скажете Биден, если он его сейчас во-вторе у вас? Сейчас. Сейчас? Да. Моя другая, очень вкусно, тебя встретить. Пожалуйста, домой. Удай в себе. И нет ничего страшного. Стрампом. Ага, я очень ломка с Трампом. Поехали с Крак, у Трамп, брат. Друзья, быстрый вопрос на камеру. Кто будет следующий президент? Он будет на TMZ. Что это? TMZ. TMZ? Да. Так, кто будет следующий президент? Байден. Байден? Да, что вы думаете? Что вы думаете? Мы хотим ожидать какие-то правила, в том числе, если Trump wins? Да. Мы хотим ожидать какие-то правила, в том числе, если Biden wins? Да. В любом случае, да? Да. Хорошо, быстрый вопрос. Есть ли какая-то разница для нас, для регулярных людей, в том числе, если Байден или Trump wins? Да. Какая разница? В, как, в дневной жизни? Я не знаю. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. До свидания на TMZ, хорошо? Да. TMZ. Ну, ребята, вы не знаете, TMZ здесь отделение, у них офис. Это программа очень популярная на американском телевидении, где они там снимают, короче говоря, звезд, которые что-нибудь делают, какую-нибудь фигню. Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, короче, такое, про селебритис. Quick question, sir. Who is going to be next president? Who is going to be next president? I'm not sure. What do you think? Who you, like, personal support? Maybe him. Who is that? It's my dog. Oh, nice, nice. Oh, yeah, my vote goes for your dog, for sure. Who is going to be next president of the United States? Joe Biden. Should we expect some rights in case if Trump wins? Yeah. Should we expect some rights in case if Biden wins? Yeah. Anyway, right? Anyway. Okay. What do you think? Is it going to be some difference for us as for regular people in case if Trump or Biden wins? Yeah. What's the difference? I just, I want to know. I don't think it's going to be any difference. I don't think it's going to be any difference. Boom, boom, boom. One, two, 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 one. Just all. Excuse me, guys. Quick question. Who is going to be next president of the United States? Ronald Reagan. Nice. Thanks, man. I agree. Excuse me. Pardon. Quick question. Wait, wait, wait. Who is going to be next president of the United States? Je parle français? Yeah, a lot. Sousma Bid? Speak in the Netherlands? No, no. I think Biden, man. Biden? Yeah, I'm not American. I'm from Holland. You feel me? I'm from Amsterdam. You live here? Oh, yeah. So who do you support personally? I don't support, I don't know, man. I don't know politics. I don't know, to be honest. Yeah, but you... I don't know what's going on. But you still have to, like, choose one. You know what I mean? I don't know, man. I don't know who is Biden. I don't know who is Trump. I think they're both friends, to be honest. You think so? Yeah, they're both friends. Nice. It's all the game, right? It's just game is going on. I can't agree with you, actually. You're Russian? I'm Russian. Yeah, originally. Sukhblia. Sukhblia. Thank you so much. Thanks a lot. I speak Spanish and English. English, a little bit. A little bit. Who's going to be next president? Next president, Biden or Trump? No, I don't speak Spanish. Trump or Biden? Biden. Biden, right? Why? Why? Biden. Biden is good? Alright, why? Yeah, no, Biden. Good. Good. Thank you so much. Thanks a lot. Bye. Who's going to be next president of the United States? I really don't care a damn. You don't care, right? Why not? They don't affect me. Thanks, man. That's the opinion, though. Yeah, thanks. Yo, guys, who's going to be next president of the United States? Biden. Who do you personally support? None of them, to be honest. I support Donald Trump. For real? Why? Why? I'm on TV. I'm on TV. Thanks, man. Thanks for having me. Thanks a lot. I don't know, but... You don't know, but you support Trump. Thanks. Thanks. You see? Can I ask you a question? For real? Can you believe that? So, who you think is going to be next president of the United States? It better be Biden. What's going to happen, if Trump becomes president? Should we expect some riots? I think his people are going to try to mess with us. Trump's people that he told us stand back. Should we expect some riots in case if Trump wins? Should we expect some riots? Probably from the red, the people who voted for Trump, who didn't win. But I think that the people who voted Democratic, we're not going to riot. We won. What do you think who's going to be next president of the United States? Me. Nice. What's your name, bro? Steven. What's your agenda? Pimping. What's that? Huh? What's that? Pimping. Nice, bro. I like it. I'll miss you, Joe. My vote goes for you. All right, thanks. I cut here. I'm a comedian. A rapper. An entrepreneur. Can you do some rap? Sure. Right now. Cheers. You all ready for this? I'll let haters live today. Advantage, dispose fakeness. Regurgitate them birds and feed them to my franklin's. My stacks got mysteries behind them. Call them masons. You still chasing? I'm dismissing all the greatness. Face status is gradually intercepting spaceships. I'm watching me and my apes come up from the basics. Throw it better than militant. Cream all the friction. Pop your top off. Chuck deuces like I'm Nixon. I'm on a mission. If you niggas would just listen, you might miss the bullshit's infliction. I got the world spinning on my finger like a piston. Used to sell it out the trunk. No limit. Richmond. Reciprocal. Stack a dollar. Graduated for crackmatics. My acquaintance to the game. It's changing automatics. I'm a counterpoint. The cool thing is that this regular, like a regular bar in Hollywood and even in the bar now, on all screens, what's happening with the choice. It's an important topic. Even in the entertainment bar, it continues to be a topic. So, you come to the bar to sit, but in the bar there's such a thing. Like personal support? Neither one. Why? Because they're both bad people. What do you think for us as for regular people? Is it going to be some difference in case if Biden or Trump wins? Honestly, it might not be for just us. It really might not be. The only thing with Biden winning is he trying to raise the tax prices with like, you know, LA and Atlanta and all that. So, I mean, I feel like it might just affect the richer people, but it ain't going to affect normal people for us. It's going to affect on me, right? Yeah. Okay. What would you tell Trump if you were like seeing him in front of you right now? I probably wouldn't even say nothing to him. What about Biden? I'll probably take his hand. All right, nice. I like your blinks, bro. Glasses. Thank you. I like your blinks. I like your blinks. I like your blinks. I'm surprised to say that I'm not going to say anything. I think that we live in California, in a democratic state. I'm sure that if not all, it's a lot of people will say that Biden won't win, but Biden won't win, but Biden won't win. I like Trump's on the streets in California, in a lot of color and so on. If you like this topic, if you want to do more on the hot topic of the election and what will happen after the election, then please post it in the comments. If you like it, if you are not subscribed, hit the bell icon and hit the bell icon. And, please, please, look at other videos. We have some great travel travel. It's the most beautiful road to America. And, profi, what you've got here, you've got a little thing. There's a thing with special projects. Just trust me, you'll like it. Well, that's it. As always, I'm your Dymка. I'll see you soon. Puh!